14 декабря 1702 года в Эдо произошла легендарная месть 47 самураев, бывших вассалов клана Ако, за своего господина. Экспертом выступает Юрий Аистов, куратор выставки «Самурая Артуфвоя», Евгений Стаховский. Здравствуйте. Календарь Стаховского. Юрий, но в начале программы традиционно позволю себе некоторые цитаты. Ну вот, например, следующее описание самураев типично для того, через что мне приходится проходить все время. Самурай посвящает всю свою жизнь единственному моменту совершенной чести и преданности. Он воин, убивающий древними способами, насыщенными волшебством и мистикой, кто, однако, не колеблес, направляет меч на себя самого. В то же время он ученый и священнослужитель, ищущий медитации и бескорыстия, чтобы обрести знания, как убивать с внутренним миром и умирать с внутренним спокойствием. Он человек, имеющий только одного хозяина, слуга, который должен убить себя, когда его повелитель умирает. Тогда и только тогда он предстает совершенством разума и тела, триумфом чести над смертью. Пишет Кэмерон Хёрст III, профессор истории восточно-азиатских языков и культуры, директор Центра восточно-азиатских исследований в университете штата Канзас, тем самым показывая, что вот все, что я только что перечислил, да, с его слов в этой цитате, но, ежели не абсолютная ересь, то такой очень приблизительный миф. Как вам кажется? Ну, американцы привыкли так немножко голливудизировать это все, то есть назовем это так, да, потому что им нужно привлекать внимание, аудитория в Америке требует такого экшена постоянного, да, даже в литературе, и они все время такое приукрашивают такими зажимыми петард словесных, да, то есть такое пафосное. Но есть там доли исторической правды, конечно, очень много такой возвышенной непонятной лабуды, по-другому не назвать. Ну да, поэтому профессор, не столько литераторовед, да и не писатель, сколько профессор, историк, он, когда говорил об этих вещах, он говорит, это я вижу на книгах популярной литературе, которая продается в магазинах в качестве рецензии, пишет вот такие дела. Ну, естественно, что книги тоже продаются, потому что они должны продаваться, вы же знаете, что там должна быть продажная часть этой книги, то есть поэтому историческая правда всегда не продавалась, она, к сожалению, то есть вот малоизвестна. Почему? Потому что, наверное, потому что она и не продается, то есть она нужна мало кому, то есть, но она есть, к счастью. Да, понятно. Ну, хорошо, мы, я надеюсь, к концу программы доберемся, собственно говоря, до месяца 47 самураев. Я надеюсь. Да, но начать хотелось бы, собственно, с того, с простых прописных, я не знаю, истин, словарных статей, ежели хотите. Кто такие вообще самураи? Что за люди такие? Самураи – это представители феодальной Японии, которая, в общем-то, вошла в стадию такого глобального феодализма где-то в районе X, XI, XIX веков. Ну, как и все страны, вы знаете, что ни одна цивилизация не избежала этого периода, то есть феодалы – это люди, землевладельцы, которые, в принципе, владеют кормящим ландшафтом, соответственно, они являются распределителями по тем временам жизненных благ. Почему? Потому что денег не было, у них гастрономов и магазинов не было, то есть невозможно было пойти купить себе продукты. Продукты можно было вырастить или у кого-то отнять. Вот это единственный способ выживания. То есть таким образом появляются землевладельцы, и у них появляется необходимость охранять свою межу. То есть и таким образом вот в любой культуре появляются люди, которые владеют землей, и люди, которые помогают им охранять то, чем они владеют. То есть феодальное общество – все было построено вот на таких отношениях вассалов и сюзеренов, которые, в общем-то, друг другу были необходимы и нужны, потому что это была их форма выживания по тем временам. Самураи стали такими же охранниками и слугами. Телохранителями? А, вот это очень важный момент. То есть это, получается, не просто воины, это не просто охрана княжская. В любом случае глагол «сабурау», от которого происходит слово «самурай», «сабурау» – это значит «служить». Ну, служить не в смысле там служить в армии где-то, да, а служить верой, честью и правдой, то есть абсолютно, потому что самурайское сословие формировалось тогда, когда были практически 700 лет гражданских войн. Да, Япония воевала в основном сама с собой. Ну, в силу расположения исторической такой вот интересной и необходимой. А что делили-то? А что делили? А с острова делили? Ну, как обычно. Сначала они завоевывали эти острова. Японцы же ведь не аборигены этих островов. Они пришли на южные острова и с юга-запада на северо-восток очень долго освобождали эту землю для себя от действительно оригинальных жителей Японии. Всех вырезали? Это были айны. Там была достаточно жесткая такая вот борьба. Почему? Потому что айны очень мощно сопротивлялись. И, как вы понимаете, они вели, в общем-то, борьбу за свои земли, которые у них шаг за шагом японцы отнимали. А тогда это называлось племена Ямато. Племена еще не было Японии. То есть племена Ямато. То есть вот населяли, то есть южные острова, и они отнимали у айнов землю. Не всех, порядка 30 тысяч айнов еще до сих пор живет на острове Хоккайдо. То есть их популяции, они ассимилированы, и, в общем-то, во многом они встречаются в японской культуре уже как ассимилированные. А жители с японским гражданством со всеми правами практически уже, как индейцы в Америке. Да, понятно, хорошо. Ну, то есть самураи – это служивые люди, они и воины, они и слуги, которые верны своему, как назывался этот человек главный? Ну, если у нас… Даймио. Даймио. Даймио, да. Даймио – это такое большое имя Сюзерен, который владеет каким-то наделом земли. Да, понятно. И самураи служат ему верой и правдой за еду, за рис. То есть не за деньги. А денег не было тогда. В Японии не было еще? Не было денег. Ух, деньги появились в конце 16 века. Ну, такие уже совсем, да, понятно, хорошо, за еду. И за кров, видимо. Жить-то иногда было где-то. Кров – это другой вопрос. Если у вас есть чем расплачиваться, если у вас есть излишки еды, вы можете позволить себе и кров. Другой вопрос, что один кукурис, а тогда была принята вот такой мера. Один кукурис – это примерно то, что нужно одному человеку, чтобы, ну, так, не голодно дожить с 1 января до 31 декабря. На год. Год прожить. Вот такое жалование. То есть минимум, который вы могли получать – это один кукурис. Это значит, вы один можете жить, то есть у вас не может быть ни детей, ни жены, ни слуг, то есть, ну, вот один вы доживаете на эту меру, и эта мера равналась порядка 180 литрам риса. Ну, в объеме мерились. Это было не мало? Или это достаточно было? Попробуйте, Евгений. Не знаю. Отмерьте 100. Я пока не могу себе представить, что 80 литров риса – это сколько? Ну, так вы шиковать не будете. Это как бы только, как говорится, дожить. Да, хорошо, ясно. А как люди становились самураями? То есть это была изначально, по крайней мере, обычная работа, то есть кто-то понимал, какой-то человек думает, о, там есть землевладелец сейчас, какой-то мощный человек, я пойду к нему наймусь слугой. Или как-то по-другому. Ну, если очень дистиллировано, в тот момент, когда айны откровенно были объектом вооруженных стычек, и необходимо было у них завоевывать земли, да, всегда же были люди, которые были не проще там себя показать, на других посмотреть, но и при этом земельки немножко захватить. Откуда появились эти землевладельцы? Земли-то отвоевывались у айнов, и практически люди, которые проявили себя наибольшим, наилучшим способом, конечно же, наделялись этой землей. То есть вот так вот появлялись и самураи-землевладельцы, и менее успешные, которые там не успели себе что-то отвоевать, но которые могли за какой-то там вот паёк, за один коку, за десять коку, там за три тысячи коку служить им. Почему? Потому что, в принципе, если ты какой-нибудь значимая персона, и тебе платят действительно большое жалование, то ты можешь на один коку съедать сам, то есть два там, чтобы быть не очень худым совсем, да, но, то есть остальные там две тысячи ты можешь тратить на других воинов, и ты можешь уже сам иметь две тысячи воинов, то есть и содержать их таким образом. Да, здесь вот всегда вопрос распределения вот этих пищевых благ. Ну, то есть в этом смысле Япония не особо отличается от, ну, всех остальных стран. Все остальные, все остальное абсолютно одинаковое, да, то есть когда есть кормящий ландшафт, и есть, в общем-то, количество проживающих, наверное, несколько превышающие способности кормящего ландшафта прокормить. То есть, вы понимаете, всегда есть как бы избыток, потому что повышенная рождаемость всегда создает, скажем, такой приоритет того, что нужно людей кормить, а не всех можно прокормить. А в Японии земли очень мало, 70% практически это вулканические образования, то есть такие, как скалы, горы, то есть и все остальное, там невозможно ни жить, ни сеять рис. Да, это понятно. Правильно ли я сделаю вывод, если скажу, что получается, что и среди самураев, в конце концов, потому что вы сказали, что вот один был кокурица, например, который платили одним людям, а другие могли, может быть, потому что воины, если эти воинские и даже служивые подразделения, потому что мы же знаем, что там даже в любом приличном доме есть, например, дворецкий, а есть кухарка, а есть помощница кухарки, то есть даже вот служивая какая-то, прислуженная часть, все равно есть какая-то градация. Кто-то постарше, посерьезнее, жалования побольше, да? Кто-то поменьше, может быть, не столь расторопен, жалования пониже. Если речь идет о войне, кто-то, может быть, наделен какими-то, как бы это сказать, талантами полководческими, соответственно, его на передовую и тоже, видимо, риса побольше он будет получать. То есть правильно ли, что в среде самураев тоже возникала какая-то кастовая система, что были серьезные, большие генералы самурая, а были самураи рядовые? Не, ну тут надо понимать специфику развития Японии. Дело в том, что в Японии есть императорская семья. Она с того, что вот имеет свое начало от императора Дзиму, который датируется седьмим веком до нашей эры, а он был прямым потомком богини Матерасу, потому что он был ее внуком, и как понятно, он... Божественная власть. Божественная власть. Династия ни разу с тех пор семья не менялась. Одна и та же семья передает. Соответственно, у семьи всегда есть боковые ветви. То есть императорская семья давала такие вот отпрысков принцев, которые не все занимали престол. Один из них занимал, а если у императора пять детей, все остальные уходили, как говорится, вот в такие боковые ветви. И там получалась такая система, что на шестое поколение императорская кровь должна была уже как бы отделяться, потому что на шестое поколение такая семья должна была менять фамилию, и так возникли вот эти знатные самурайские фамилии, потому что эти люди в основном становились воинской знатью. То есть они имели императорские корни, они имели вот аристократическое происхождение, и таким образом из них формировалась вот верхушка самурайства, да, то есть вот такая аристократия, которая несла в себе императорский все-таки род, и он как бы подчеркивался в гербах и подчеркивался в... О, были гербы самурайские, конечно, обязательно, моны так называемые. То есть это неотъемлемая часть самурайства, герба обязательно были, и во многих гербах там обязательно подчеркивалось, что были какие-то императорские символы. Да, то есть получается, что был, как бы это сказать, ну вот я пытаюсь сравнивать, например, с Россией, то есть был великий князь, например, когда-то, да, в период Средневековья, от него были там более мелкие какие-то князья, потом дружинники и так далее. То есть та же самая система получается? В основном, да, но надо понять, что вот эти императорские отпрыски, они становились таким, скажем так, императорскими посланниками в места, где необходимо было, например, воевать с айнами, да, они приходили как... Ну и наместниками каких-то земель, где... Да, руководителями областей, скажем так, администраторами. Но там на местах всегда были вот такие дружины, которые, в общем-то, можно назвать так ОПГ, то есть по тем временам, да, то есть это были такие лихие ребята, которые, в общем-то, никакой централизованной системы не имели. Почему? Потому что централизованная армия в Японии была отменена в конце 8 века, в 792 году, а император своим приказом отменяет централизованную армию, которая была построена по прототипу китайской. Из-за ее неэффективности. Ну, Япония не воевала ни с кем вовне в это время, да, а войны, которые велись вот там на землях с айнами, они требовали более такого, скажем, динамичного мобильного состояния, когда там местные вот дружинники под руководством вот этих князей, которых император посылал туда своих отпусков или своих ближайших родственников, они вели вот эти войны. Так сформировалось вот это самурайское сословие. В центре стояли отпуски императорских фамилий, известные роды, которые там до сих пор в Японии там почитаются. А их слугами становились вот эти вот очень мощные местные какие-то вот предводители военных дружин, которые постоянно находились в стычках с живой силой айнов. И они все время воевали, 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 воевали. И, конечно же, их воинское искусство было абсолютно идеальным. И таким образом вот эти вот приезжающие из столицы имперские начальники встречались с теми, кто им очень подходил, потому что сами они как бы больше были такой знатной голубой крови, а им нужны были реально те ребята, которые очень хорошо воевали. Нет, не пушечное мясо. Нет, именно умелые, очень, скажем так, тренированные и с большим опытом воины, которые знают, что такое реальная прописка. А чем они отличались от тех же буси, которые не были, скажем... Это и были буси. Они так и... Буси это были все, кто воевал. Буси это люди, которые посвятили себя ратному мастерству. Потому что я почему-то сравниваю. В моем, например, понимании, я вам сейчас расскажу. То есть у меня ощущение, что буси это вот непосредственно воин. Прямо вот он воин и все, он солдат. А самурай, он все-таки не просто солдат, он что-то еще. Нет? Самурай уже в сформировавшемся самурайском сословии, он еще член клана. Появилась клановость. Да, появились военные дома, которые практически были сформированными. Даймио, которые начали быть крупными землевладельцами. Да, то есть самурай, он всегда чей-то. Буси, может быть... Буси, вот были буси, да. Были буси, которые там бесхозно, можно сказать, бродили по территории, где надо было воевать. И нанимались там в каждую период. Там была кампания. Император посылает вот этого Сёгуна. Потому что Сёгун раньше звание присваивалось только на период кампании. То есть приезжает какой-то знатный там генерал, например, набирает себе армию. Потому что централизованной-то армии нет, она неэффективна. То есть армия, которая сидит там где-то в столице, никому не нужна. И этот Сёгун, то есть этот генерал становится Сёгуном, получается... Он становится Сёгуном на период кампании. Тогда на период кампании. Да, только на... Вот он год воюет, например, ему дали там задание на год. Он Сёгун. Приезжает обратно в столицу, он больше не Сёгун. То есть император... Становится опять нормальным человеком, да? Ну, становится вот, скажем так, таким знатным-знатным вельможей императорского двора. Так, вот это, значит, разобрались. Буси, примыкая к какому-то клану, может становиться самураем, чтобы мы понимали, откуда они брались. Сёгун – это военный, ну, скажем так, генерал, который становится этим самым генералом на время какой-то военной кампании. Пока, в то время. Такой временный военный генерал, да? Вот вы сказали, что и воины те же самые, и... Потому что я не сказал, что это не просто пушечное мясо, да? Вы сказали, не просто пушечное мясо. Что это были какие-то прям серьёзные ребята. А где они-то всему этому научились? Как можно было стать? Где? У кого? Ну, практика всегда была в первую очередь легко достижима там, где всё время шли военные действия. Они постоянно шли сайнами, и это в основном была провинция Канто. Канто – то, что сейчас является местоположением города Токио. Это как раз вот там, северо-восток основного острова. Там происходили основные такие действия. Почему? Потому что настоящие самурайские дружины, их зарождение так по-серьёзному произошло тогда, когда в Японии появились лошади. Ух ты! А это произошло только в VI веке нашей эры. А почему здесь лошади? А потому что война с айнами была очень жестокой, и айны же не воевали впрямую, да? Они не выходили от армии, у них не было государственности, и каждая там деревня защищала свои владения. Ну, то есть они могли объединяться там несколько деревень в одну армию, но так, чтобы они выставили вот какую-то вот такую централизованную армию, и сражения происходили такими, как вот мы привыкли увидеть, римские легионы, там просто против них какая-то армия другая выступает. Все это было такой полупартизанской войной, потому что постоянно необходимо было отвоёвывать деревню за деревней у айнов, то есть землю за землёй, потому что эти айны вели такой, скажем, достаточно собирательский образ жизни. То есть хотя у них была достаточно высоко развитая культура, и были у них уже и глиняные горшки, и мифология. То есть это тоже не примитивные племена, уж совсем там с каменными топорами. У них были и луки, и воевали они совершенно, и поэтому вот те, кто воевали с айнами постоянно, они своё мастерство-то так и накапливали. Ну, оттачивали, накапливали. Да, но поскольку воевали айны больше на дистанции, то есть не вступали в прямую конфронтацию с самураями, то есть поэтому это были в основном луки, стрелы, отравленные колодцы, засады, ловушки. Ну, в общем, Рэмбо-3. Ну, смотрите, видите, сколько у нас, я не знаю, мы же разрушаем какие-то мифы. Потому что, во-первых, самурай и лошадь, ну, уже какие-то такие понятия, которые далеко не каждый человек представляет себе вместе. Ну, да. Во-вторых, вы сейчас стали говорить про луки, про какие-то там ещё дела. Потому что, опять же, в представлении любого обычного человека, который, скажем, не залезал вглубь этой истории, а знает её, например, может быть, только по каким-то фильмам, да, или мифологическим представлениям, что самурай – это человек, у которого меч, всё, какой лук, какая лошадь, откуда? Меч-то по тем временам дело было такое, мечей-то особо-таки и не было. Это VI-VII век нашей эры, такие настоящие мечи катана появились на рубеже XI-XII века, сформировались. То есть поэтому самурай – это человек на лошади, вооружённый луком. То есть это вот его основание. А одежда, доспехи? Одежда, доспехи уже формировались тогда, когда была поставлена боевая задача. То есть вот доспехи никогда не делались сначала как доспехи, а потом происходило какое-то, то есть там их испытание, да. Сначала появлялась ситуация, в которой нужно было каким-то образом воевать, а потом появлялись предметы, необходимые для этой ситуации. Также доспехи возникли только тогда, когда было понятно, в каком стиле воюют самураи. А они воевали на лошади с луками. Поэтому доспехи появились как идеальная защита от стрел. Хорошо. А как я понял? А не от мечей. Я понял, да. Ух ты. Хорошо. То есть если самураи были прям такими необходимыми людьми, естественно, в военное время, то, конечно, были периоды, я уж не знаю, насколько длительные, но были, конечно, периоды, ну, скажем так, затишья. Когда войны нет. Ну, такое относительно время спокойное. Ну, посева риса обычно то есть в это время давали. О, и то есть самураи занимались сельскохозяйственными работами. Причем все. Они так знали, что сейчас сеют рис, и у многих были свои наделы, и многие сами просто были как крестьяне. Самураи, многие из них приходили из крестьян до конца XVI века, когда Теитоми Хидзиоси просто запретил переход из одного сословия в другое. То есть любой мог стать самураем. То есть если у тебя была определенная, скажем так, смекалка, храбрость, доблесть, и ты мог проявить себя на полях сражений. То есть вход в самурайское сословие был открыт. А это не было закрытой клановой системой. По крайней мере, изначально, да? А потом стало? До конца XVI века. А в конце XVI века? В конце XVI века один из таких очень известных представителей японской истории, Теитоми Хидзиоси, который сам был, в принципе, сын крестьянина. То есть он стал правителем Японии практически на несколько лет. Такой премьер-министр при императоре? Ну, как военный, как военный сёгун. Он стал военным сёгуном практически. Это даже выше, чем премьер-министр. То есть это вот представитель военной верхушки, как теперь говорят, да правящей военной верхушки. И он, как бы, сам понимая, что его происхождение вот такое, скажем, из крестьян, он почему-то решил, что... Ну, по всей видимости, может, решил конкуренцию убрать и сказал, что теперь вот со словной границей всё закрыто. То есть те, кто самураи, теперь будут только самураями, те, кто крестьяне, крестьяне, ремесленники, ремесленники. И в этот момент он закрыл все возможные... Но это был хороший статус быть самураем, вот уже начиная с конца XVI века. То есть если ты самурай, то у тебя всё хорошо, ты уважаемый человек или что? Это статус достаточно высокий, потому что в Японии на то время было куге, это имперская такая вот аристократия, и буке, это военная аристократия. Да, вот куге и буке – это две самых высоких таких вот элитных группировки действительно в клановом. Понятно, всё, да, я понял, всё было достаточно серьёзно. Говорим сегодня о самураях. У меня в гостях Юрий Аистов, куратор выставки «Самураи Авртов ВОО». Продолжим через несколько минут. Возвращаемся к самураям. Юрий Аистов, куратор выставки «Самураи Авртов ВО», сегодня у меня в гостях. Мы остановились, ну, честно говоря, мы ни на чём не останавливались. Скачем с одного века в другой, может быть, это и неплохо. Поняли, что изначально стать самураем было не так-то уж и сложно. А, кстати, уйти от самураев можно было? То есть, ну вот я решил стать самураем. Пока у меня затишье рис выращиваю. Как только война, всё, лук, лошадь, потом, может быть, какие-то мечи. Мы скачем, воюем, побеждаем, и вроде как молодцы. Можно перестать быть самураем? Сказать, ребята, что-то я всё, навоевался, наигрался. Да, пожалуйста. То есть, это было достаточно ярким представительством многих самураев, которые становились и монахами, и крестьянами, и уходили в такую жизнь в зависимости от их ситуации. То есть, это было абсолютно нормально. То есть, никто не заставлял, не было? Или были наверняка случаи, когда уговаривали остаться? Или, ну, куда ты? Что ты будешь делать? По-разному эта история. Вы понимаете, сколько людей, столько и случаев. Но в целом, то есть, это было нормально. Это не была какая-то такая круговая порука, что, конечно же, когда Дайми его просил, надо было выполнять его приказания. Но можно было всегда договориться, сказать, что в силу каких-то причин. Или Дайми уходил, например, когда многие делали сипуку вслед. Многие шли в монахи, многие, скажем так, становились ронинами. Да, вот здесь возникает сразу несколько вопросов. Сейчас надо понять, по какой линии пойти сначала. Давайте пойдем по линии Дайми для начала. Слушай, здесь сразу возникает вот тот самый знаменитый еще и кодекс самурая, которому следовали, насколько мне известно, конечно, далеко не все абсолютно до периода Эдо. И опять же... И в период Эдо, да, особенно не все. Но он же абсолютно, как сказать, он даже прямо в культ возведен среди непосвященных в особенности. Кодекс Бусидо – это такой же примерно кодекс рыцарской части. Единственная разница, что в европейском рыцарстве там, как вы знали, знаете, они служили даме. Конечно, дам сердца. Дам сердца, да. А здесь самураи служили своему дайме. То есть, ну, вот такая игра слов немножко. Там даме, а тут дайме. Легко запомнить. Да, и вот тут возникает несколько большая разница, потому что таким образом вот эти военные дома, они становились прототипом не то, что там были все близкие родственники, да, но это было больше там, чем близко родственные отношения, потому что здесь формировалась вот такая структура вассала-сюзеренского соотношения, когда дайме брал на себя полную ответственность за тех, кто находится на его содержании, и это должно было соблюдаться. То есть, ответственность там всегда была обоюдоидущей. То есть, понятно. Значит, еще раз сначала. Значит, Бусидо – это кодекс законов. Насколько я имею? Это свод каких-то правил по пунктам, что можно, что нельзя. Кодекс Бусидо, он был до определенного времени негласным таким, негласно принятым кодексом, его не прописывали. Написали только тогда, когда уже он начал теряться в силу того, что самураи там лет сто жили уже в мирном времени. Ну, это к XVI веку, видимо, да, опять же? Ну, это уже XVII, конец XVII века, да, даже до начала, даже где-то XVIII, то есть, вот там появились вот эти многочисленные книги, типа Хагакуры и все остальные. А до этого кодекс же соблюдался как? Это слово чести, как русские купцы, да, то есть вот слово купца и слово самурая, тогда это было примерно адекватно, то есть потому что не было никаких ни расписок, ни переписок, не было никаких других документов, а слово, которое сказал человек, оно было крепче скалы. Да, но зато мы знаем примеры, что, конечно, не каждого купца слово было крепче скалы, так же, видимо, и не каждого самурая слово было. Когда его стирали в порошок, вы знаете, что вот слово стереть в порошок возникло тогда, когда купца практически прописывали мелом на доске, а потом просто не говоря ни слова, то есть в купеческом собрании стирали его имя с доски тряпкой. Вот стереть в порошок, это значит было пустить его по миру, потому что после этого написания... Всё, никто с ним не имел дело. Уже никто с ним не имел дело. Так же, а с самураем что происходило, если он... А с самураем, то есть он практически, если он нарушал своё слово, то он должен был делать себе сипуку. Сейчас мы дойдём до сипуку. Так вот, в связи с этим, вот у меня есть вопрос. То есть если кодекс самурайский, да, своего рода какая-то клятва, наверное, да, то есть если здесь, например, ты даёшь вот это самое слово, а потом, когда вы говорите, они уходили в монастырь и выходили из самураев, всё, конец присяги, конец слову. Тут надо понимать, что несколько разная духовность была, например, у европейских рыцарей, да, хотя там тоже, в общем-то, много было связано с религиозным образованием, но для самураев основной такой идеологией стала, начиная с 12-13 века, появилось такое мощное направление, как дзен-буддизм. В Японии появляется дзен-буддизм, и он становится такой основной, основной очень мощной идеологией самурайства. Там же с правой стороны подходит конфоцианство и неоконсоцианство, с левой стороны подходит к дзен-буддизму даосизм, такой достаточно тоже интересная система различных культов и верований, вот, и практических методов. И таким образом самураи приобретают больше такой, скажем так, духовной мощи, и там как бы слово человека, который уже чувствует себя, скажем, еще духовным лидером, то есть он же становится не просто вот воином или воякой там обученным, ведь мощной системой эстетического воспитания самураев было обязательно изучение там, скажем так, каллиграфии, поэзии, живописи, музыки. То есть они превращались не просто из простых каких-то, пусть очень серьезных и очень умелых военных там и землепашцев, превращались в высоко каких-то культурных образованных людей? — А, конечно же, но это было необходимым условием, то есть иначе просто вырастал какой-то зверь, вооруженный хорошо по тем временам, то есть совершенным оружием, катана — это такое оружие, которое действительно очень совершенное. — Так и хорошо, сказал ему фас, и все. — Да, но это не и требовалось. Воины были гражданскими, и вы воевали с теми людьми, с которыми вы выросли. Зачастую вы воевали со своими прямыми родственниками, братьями, отцами, и там на вершине всего стояло уважение к своему противнику. Уважение к противнику как к такому же совершенному воину. И это проходит большим таким глубоким рефреном через все самурайские отношения. Вот откуда все начиналось. Вот почему кодекс. Потому что не назвавший имени вы даже сражаться не могли. То есть вы должны были представиться, и если человек твоего умения, твоего уровня, и если он еще и превосходит тебя в каких-то параметрах, вот только тогда стояла важная задача победить его и таким образом понять, что твое мастерство совершенно. То есть весь вопрос шел не в развитии массового уничтожения, а в совершенствовании своих, скажем, таких навыков. И это было достаточно высокодуховным путем, потому что в этот момент вы должны были в первую очередь уважать даже своего лютого врага. Просто уважать. То есть быть человеком, который не идет на эмоциональном. То есть нельзя было из-под тяжка нападать? Можно было. Ну вот, казалось бы, уважение к противнику, но можно общаться со спиной раз, и все. Нет, не со спиной. А как? Считалось тогда, что настоящий воин, он контролирует ситуацию 100%. Это значит, то есть внутренние аспекты развития воинских искусств, они давали возможность вам видеть пространство не таким, каким вы его видите глазами. Вы его чувствовали, все. Вот в фильме «Семь самураев» есть такая очень интересная сцена, когда там крестьяне проводят кастинг самураев. И вот один сидит там в сарае, а другой ходит по базару и приглашает самураев в этот сарай. А за стеной сарая у входа стоит другой самурай с дубиной. И входящих самураев, они так проверяли, кто из них настоящий. Самозванцев-то было много. Конечно. И проверяли, кто настоящий. И вот, как бы, настоящий самурай должен был не попасть, как бы, в эту ситуацию. И там в фильме «Акира Кураса» очень хорошо показано, что тот главный, который потом возглавил всю эту систему, самурай, да, то есть он, в общем-то, даже не заходит. Он где-то метр за два до этих дверей останавливается и так хитро смотрит на двери, понимая, что там кто-то стоит с дубиной за этими дверями. Он говорит, э-э-э, так со мной шутить не надо. Типа того, что... Вот это просто другая система вообще внутреннего видения. То есть самураи обладали несколько другой техникой. Ладно, хорошо. А, кстати, а что женщины-самураи? Женщины-самураи тоже самураи. Это их характеризует, конечно, положительно. Но, тем не менее, это не закрыто. Женщина могла стать самураем, да? Нет, она и есть самурай. И женщины, и мужчины в самурайских кланах, рождённых в самурайских семьях, а не самураи. Автоматически? Автоматически. Ух ты! А разница в, я не знаю, в том же самом кодексе для мужчин и женщин была? Для женщин ещё более жёсткий кодекс, потому что женщина – это хранительница очага, чести, фамилии. То есть её любая попытка там какого-то подвергается. Если она бесчестью, то для неё это практически путь сипуку. То есть и женщины носили всегда в складках своего кимоно, носили специальное оружие. Назывался вот такой кинжал – кайкен. И это был кинжал, которым она должна была сделать себе сипуку, если каким-то образом произошло такое вот обесчищивание. А что за мода вообще у них пошла? Животы себе вскрывать? Было всё очень красиво, несколькими движениями, и всё это очень узорно и эффектно, конечно, но тем не менее. Нет, это опять не узорно и не эффектно. То есть если вы спросите любого хирурга, вы поймёте, что вообще ранение в живот – это самое больное, что вы можете себе позволить. Но со стороны это выглядит фантастически. Фантастически, потому что мы опять с вами продукты Голливуда. Конечно. Мы этим, не знаю, гордимся, не гордимся, но мы точно продукты Голливуда. Выглядело это достаточно печально, потому что, в принципе, в этот момент человек себя лишал жизни очень таким больным способом, и при этом он сохранял абсолютно ясное, чистое состояние сознания. В этом и был, скажем, основной смысл ухода через состояние, в котором ты мог показать, что твоё духовное видение, оно намного выше всех каких-то, вот, скажем так, даже болевых эффектов и очень сильных болевых. То есть что твоя вот сама осознанность, твоё, скажем, вот такое ясное, чистое сознание даёт тебе возможность сохранять вот это абсолютное спокойствие даже тогда, когда ты уходишь из жизни. Это и было основным важным фактором того, что сознание в момент смерти должно оставаться абсолютно спокойным. Только в этот момент оно сохраняет возможность своего такого идентификационного бессмертия. И тогда на тебя не ложится позор, да? Потому что, ну, людей же приговаривали наверняка к смертной казни и так далее, и была возможность выбрать. — Да, конечно. — Либо я делаю сапуку, либо мы тебя сейчас просто убьём, но если мы тебя просто убьём, казним, да, это будет позорное смысл. — Это позор, причём не только на тебя и на все твои следующие поколения. Вот в чём дело. У них там кровная передача всех вот наследственных признаков, и поэтому все последующие поколения твоих там детей и их детей, то есть они несут на себе этот позор, пока кто-то из них там не соберётся и не смоет это. Вот в чём дело. — Вот как в Японии так всё достаточно серьёзно. — Страшное дело. — То есть, и насколько я понимаю, раз мы сказали, что были женщины-самураи, которые рождались в семьях самураев, то есть я так понимаю, что то, что касается личной жизни, обычной, бытовой, то тут у них всё, то есть это не были ни монахи какие-то, которые должны были обнести какое-то обецламудрие на себе, это были обычные нормальные люди, которые, ну, хорошо, война, воюем, нет войны, пашем. — Риссеем. — Да. — Ну, понятие монашества в Японии немножко отличается от нашего, то есть там нет такого жёсткого целебата, во-первых, у монахов могли быть дети и жёны, и, скажем так, это больше такое духовное монашество, да, то есть когда человек уходил больше не то, что он в скит уходил и больше ни с кем не общался, а он уходил в такое состояние, скажем так, очень такого глубинного служения, то есть он начинал себя отдавать больше не семье, а отдавать больше вот тому делу или там своему господину или там другим людям. — Ну, скажем так, поиску чего-то такого возвышенного, да. — Ну, там не надо было ничего уже искать, потому что то есть сама система самурайского воспитания давала уже очень глубинные такие, очень мощные системы интегрального развития личности, и многие из самураев и многие даже из императоров японских известных были просветлёнными личностями и были признаны как просветлённые личности, и таким образом здесь мы сталкиваемся с совершенно другой духовностью. — Да, понятно, но это в монашестве, то есть не в монашестве, в обычной жизни самурая. — А там не очень сильно отличалось монашество, я же сказал, что монашество от немонашества не очень сильно отличалось. — Многие известные даймио, такие как Токедо Шинген и Кисоки Кенсин, они же были монахами сами по себе, то есть, в общем-то, несмотря на то, что у них были и дети, и у них были жёны, то есть, но они принимали монашевский сан и потом уже руководили своими армиями и руководили своими вот наделами как уже воплощённые монахи. То есть, самураи совершенно спокойно женились, совершенно спокойно рожали детей, совершенно спокойно там заводили какие-то дома, семьи и так далее, да? — Да, но при этом они могли принимать монашеские саны и быть ещё монахом. — Да, но это, видимо, какая-то отдельная такая область их знаний, жизненных всё-таки, наверное, поисков, даже если всё найдено. Вот, значит, про сыпуку мы поговорили, про даймио, про клятвы. — Хочется свернуть уже, конечно, в сторону непосредственно вот этой вот истории «47 самураев», известнейшей, да, истории, пожалуй, ну, не знаю, мне кажется, самая известная история про самураев, от которой мы сегодня оттолкнулись. Ещё раз напомню, что 14 декабря 1702 года в Эду и произошла эта легендарная месть «47 самураев», на основании которой потом было написано множество книг, снято множество фильмов. Сейчас, по-моему, в следующем году опять выходит какая-то очередная экранизация про вот эту вот полумистическую... — 1 января выходит экранизация с Кианой Ривсом, то есть в пятницу я буду на предпоказе, то есть уже узнаю пораньше, что это такое. — Насколько это плохо? — Насколько это по-голливудски будет выглядеть, но меня заверяли, то есть вот в студии Universal Pictures представительстве здесь, что, в принципе, что всё будет очень всё-таки там. Потому что, конечно же, ролики ужасно кислотные, то есть такие прямо там всё у них. Но они сказали, что вся история от Эсканва сохранена, что там внутри всё остаётся. — Да, но хорошо. А вот о том, что это было за история, у нас буквально несколько минут остаётся, для того чтобы её вспомнить об этом через секунду. КАЛЕНДАРЬ СТАХОВСКОГО О кино можно рассказывать по-разному. — И тогда Фазбиндер позволил тебе аллюзию, впечатлившую всю кинообщественность, которая с нетерпением ожидала премьеры по обе стороны океана. — Полкино. Они расскажут вам о новых фильмах человеческим языком. — Несколько шуток хороших в этом фильме есть. Отстаньте от него. — Он настолько мил в этой своей вот беспомощности, что очень приятно смотрится. — А то, что происходит дальше, вот я просто советую. Но они расскажут только половину. Остальное смотрите сами. Ол. Кино. Для тех, кто любит кино. Каждую пятницу в 21.00. КАЛЕНДАРЬ СТАХОВСКОГО Маяк. Жизнь продолжается. КАЛЕНДАРЬ СТАХОВСКОГО Юрий Айстов, куратор выставки «Самураи». Артов Во. Сегодня у меня в гостях. Говорим о «Самураях вообще». И сейчас уже практически под занавес программы как раз вот о легендарном месте «47 самураев». Что вообще это за история такая? — Это история такого абсолютно полицейского времени, периода Эда, когда сто лет уже не было никаких войн. То есть все контролировалось. Военный Сигунат ввел абсолютно большое количество контроля. И тут вдруг 47 Ронинов в центре столицы, можно сказать, ночью атакуют резиденцию Киро Ясенаки, убивают его, отрезают ему голову и несут через все Эда, то есть через все Токио практически, несут на могилу своего оскорбленного князя Осана, который был подставлен таким образом Киро Ясенаки, который, в общем-то, дал ему неправду. — Так, подождите, я запутался. Значит, во-первых, они Ронины. Они уже не «Самураи». Такие, то есть Ронины — это... — Это «Самураи», которые лишились своего главного руководителя клава. — Вот, то есть они такие уже без верхушки. Это люди, которые вроде как теперь уже не воюют. Вот, у них был Осана. — Князь Осана. — У этих 47 тогда еще «Самураев» у них был князь Осана, которого оскорбил каким-то образом какой-то другой человек. — Подставил. То есть один из церемониймейстеров Сегунского дворца дал ему неправильные указания. И в момент проведения очень важной церемонии принятия императорских послов он повел себя неправильно, потому что он получил неправильные инструкции, он пришел в неправильных одеждах. Ну, в общем, он его просто подставил. — А зачем? Они соревновались как-то? — Нет, а он не занес ему. Знаете, вот по-нашему так. То есть поскольку он был такой придворный, важный чиновник, он ожидал от всех, что они как-то должны его благодарить за то, что он дает им инструкции. И он так тихо собирал. Ну, а князь Осана, будучи молодым, таким гордым самураем, еще не потерявшим свое... — Собирал в смысле взятки? — Ну, конечно же, да. То есть собирал. Ну, а он ему принес символические дары, да? Ну, как говорится... — В таком объеме. — Ну, конечно. — Не занес того, что самое главное. То есть он просто принес ему символические такие вот, ну, велкам, как говорится, такие дары. И кто-то начал его подставлять. Кира Ясенаки начал его подставлять. И подставил настолько, что... То есть он провел весь этот церемониал очень неправильно, то есть пришел в неправильной одежде, и в результате он еще его публично оскорбил, после этого назвал публично неотесанной деревенщиной. И это, конечно, там перехлестнуло все. То есть, хотя, в принципе, самураи должен был вести себя очень сдержанно и контролировать свои чувства, но это было уже настолько серьезное оскорбление, что, в принципе, князь Осана, конечно же, не выдержал и напал на него прямо во дворце. — Напал? — Прямо во дворце. — Для того, чтобы убить? — Для того, чтобы убить. Для того, чтобы просто своего обидчика и оскорбителя публично убить и, откровенно говоря, очистить вот это. — Но не убил. — Но не убил. Дворец, охрана, понятно, что там... — Ну, стащили. — Тоже люди были специально обучены и, конечно же, смотрели, чтобы, не дай бог, там во дворце ничего не случилось. И Кира Ясенака также пострадал, то есть у него было два ранения, но, тем не менее, не смертельных. То есть князь Осана в этот же вечер по приказу Сёгана, поскольку он обнажил оружие во дворце, и это было недопустимо. — А было запрещено, конечно. — Да, конечно же, недопустимо. То есть тем более, что он там эмоционально как-то ещё сделал это всё. То есть он совершает сипуку прямо этим же вечером, то есть по приказу Сёгана. Но поскольку кодекс Бусидо он не нарушал, то есть он следовал кодексу Бусидо, а нарушил всего лишь дворцовые законы и вообще законы поведения в Сёганском дворце, таким образом ему разрешают сделать сипуку. — А не просто отобить голову, где-то там на центральной площади. — Да, нарушитель, да, закона, как просто вот... — Так, значит, он делает себе сипуку, умирает, но поскольку он не нарушил кодекс Бусидо в глазах самураев, он не считается преступником, да, и не считается человеком, который заморал честь какую-то. — Да, при всём, при том, что все его владения изымаются в пользу Сёгуна. То есть и вот эти 300 его вассалов остаются практически без ничего. То есть они просто без возможности к жизни остаются. Почему? Потому что земель нету, питаться негде. То есть всё изъято. То есть они вот так вот остаются на улице. И, соответственно... — И 47. — Ну, их было больше, на самом деле. Не все примкнули с этой группы заговорщиков, но порядка 60. То есть вступило вот в этот заговор. И 48 в эту ночь штурмовало. — То есть они пошли мстить. Но вот видите, вы же сказали, что они были роненами. Там же была какая-то история про то, что они же не на сливчий день пошли штурмовать. Они же как-то подготовились хитро. — Конечно же. Но они решили, что месть — это то блюдо, которое надо подносить холодным. А почему? Потому что Кира Иссынака сам понимал. Он прекрасно знал все законы. То есть он был тернемонеместером. Он знал, что происходит. Он знал, что такое кодекс Бусидо. Он знал, что месть будет точно. Потому что просто так... Ведь, в принципе, он тоже должен был пострадать. Его тоже должны были приговорить к Сипуку. Потому что он был той стороной, которая тоже себя повела неправильно. Но, тем не менее, путем интриг и различных своих положений и своего ресурса он каким-то образом избежал наказания Сёгуна. То есть отделался легким испугом, как говорится. И тут же он понимает, что он очень хочет жить. И жить как бы хорошо. То есть он увеличивает везде охрану. То есть он увеличивает количество телохранителей, с которыми он появляется на улице. Его резиденцию охраняют большое количество воинов, которые, в общем-то, там, в пятикратном размере, например, превышают. Что не помогло, да? Что не помогло, потому что самураи понимают, что сейчас они ничего не сделают. Они просто все полягут, погибнут. И они начинают просто вести такой образ жизни, который практически внушает Кир, что они спустились на самое дно там возможных... То есть то, чего самураи делать не должен. То есть они появляются во всех каких-то злачных местах. То есть появляются... То есть перестают, ну, как бы со стороны перестают абсолютно быть самураемыми. Да, то есть они абсолютно опускаются вот такое на дно, самое дно там вот этой вот эдовской жизни. И ему постоянные вот секретные агенты доносят, что вот эти самураи Калана Асана, то есть они уже ничего себе не представляют. Их мечи там захватили. И как только он расслабился, эти самые ребята, конечно, тут же напали на его дом и убили. И тоже же, по-моему, они предложили ему сначала, да, что типа давай ты сам. Они предложили Сипуку, он несколько раз отказался. И они поняли, что от этого человека ожидать нечего. То есть чести и достоинства у него давно нет. У него только одна корысть в глазах. Они просто этим же мечом, которым князь Асана сделал Сипуку, они отрубают ему голову и через все Токио эту голову несут на могилу князя. На могилу своего князя. После этого идут в полицейский участок. И сдаются. Как законопослушные граждане. Говорят, это сделали мы. Пожалуйста, вот ваш вердикт. Им разрешают, ну, понятно, что смертные казни им тоже. Им разрешают сделать Сипуку. Ну, поскольку кодекс Бусидо у них, кодекс Бусидо тоже на их стороне, а им разрешают только через два месяца. Потому что до этого Сигунат в полном замешательстве. Вроде как на все праваты и все симпатии местного населения на их стороне. Потому что они становятся героями. Ну, конечно. И оттуда-то всё и пошло. Два года они готовятся к этому. То есть они ведут такой образ жизни, когда они полностью свою честь и достоинство втаптывают грязь. Только для того, чтобы отомстить. Конечно, стали героями. Спасибо вам большое. Юрий Айстов был сегодня у меня в гостях. Куратор выставки «Самураи» Артуфво. Ну, мне кажется, что по каким-то основным вехам нам удалось сегодня проскочить. Хотя история самураев, конечно, гораздо обширней, чем может показаться. Послесловие Коротко говоря, самураи – японская княжеская дружина, в итоге сложившаяся в целое сословие. Дословно, от Сабурау – служивый человек. Время – с 7 по 19 век новой эры. Основные термины – самурай, ронин, сёгун, даймё, бусидо, сыпуку. Суть. Самурай не просто воин. Это вассал своего сюзерена, воюющий, когда идёт война, и возделывающий землю в мирное время. Кроме того, позже самураям не запрещалось заниматься и торговлей. Последствия самурайства, оставшись в прошлом, продолжают волновать западный мир, падки на чуждые восточные культуры. Хотя для Японии самураи – всего лишь этап последовательного развития страны.